В прошлое воскресенье мы говорили об очень важной для нас теме, теме Церкви Христовой, о ее роли, о ее миссии, о ее предназначении. Мы говорили о глобальном библейском взгляде. Сегодня нам хотелось бы поговорить о поместной церкви Сити Хилл. Как она устроена изнутри? Некоторые какое-то время посещают, но это еще не факт, что вы до конца ознакомились со всеми процессами, внутренними процессами жизни Церкви. Возможно, вы у нас в гостях, вы тоже присматриваетесь. Мы открыты, мы перед Богом, мы соотносим себя с Божьим Словом, проверяем себя Божьим Словом, чтобы поступать благоразумно и правильно. Я хотел бы в начале моей проповеди прочитать два текста из Священных Писаний. Они записаны во второй главе Деяния Апостолов, 42 и 46. Лука здесь дает некоторые характеристики, как организована была первая церковь. После того, как охотно принявшие Слово крестились, присоединилась в тот день человек около трех тысяч. Вы представляете, какую массовость приобрела церковь Божья. И вот смотрите, что Лука записал. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и молитвах. Это Деяние 2 глава, 42 текст и 46. И каждый день они единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали в пищу, в веселье и простоте сердца. Были парадные вещи. Они слушали речь апостола Петра. Люди умилились сердцем. Люди приняли Иисуса верой, покаялись, присоединялись к церкви. Потом следующие выходные дни. Снова первый день недели они собирались в храме. И как бы люди их видели, было шумно и заметно в городе. Но Лука описывает, как буднично и повседневно строилась атмосфера церкви. И он говорит в первом тексте. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. А еще они единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, в веселье и простоте сердца. Суммируя эти два текста, мы видим, что люди, которые присоединились, люди, которые уверовали, люди, которые последовали за Господом, им необходима была церковь. Им необходима была семья. И это очень четко здесь указано. Друзья мои, мы живем в это время, когда достаточно широко, и кому не лень, тот старается дискредитируя церковь. Во всех отношениях и на всех уровнях. Мы живем в это время. Но вместе с тем, Слово Божье говорит, что на земле есть вот то образование, то общество людей, которое Христос называет своими. Которые являются церковью Господа Иисуса Христа. И есть ошибки? Да. Есть пороки? Да. Есть погрешности? Конечно. Но это Его церковь на земле, которую Святым Духом, с учениями апостолов, проповедь Евангелия Господь созидает и благословляет. И очень главный вопрос, на который каждый для себя пытается найти ответ. А зачем мне практически церковь? А правда ли мне необходимо это? Мне нужно это? Точно в моем плотном графике мне нужно раздвигать время, чтобы каждое воскресенье быть церквей? А еще на неделе где-то посещать какие-то церковные группы домашние? Насколько это для меня актуально? Насколько это для меня важно? А можно как-то по интернету? А можно текст-месседжер? Можно все. Но когда мы пытаемся увидеть это в Божьем Слове, я подмечу еще одну очень важную деталь. Мы все хорошо знаем о Рождестве Иисуса Христа. Это Сын Бога, Иисус, воплотился и в детском теле пришел в этот мир, как ребеночек родился от Девы Марии. И подумайте на секундочку, разве у Вседержителя, сотворившего все, не было иной возможности, чтобы определить место пребывания Христа на земле? Что он выбрал? Он выбрал обыкновенную семью, чтобы ребенок, Спаситель Христос, возрастал там. И смотрите, как удивительно Лука об этом комментирует. Это, сейчас я быстренько напомню, это вот вторая глава, буквально один текст сороковой. И Лука пишет, младенец Иисус возрастал и укреплялся духом, и исполняясь премудрости и благодать Божья была на нем. Где? В родительском доме, в Назарете, у Иосифа и Марии. О чем нам говорит это повествование? Что даже Иисус Христос, Сын Божий, придя в этот мир, нуждался в семье, в семье, которая его примет, в семье, которая его защитит, в семье, которая его поддержит, которая его благословит, которая о нем позаботится, накормят, напоят, поддержат в трудную минуту. Даже Сын Божий, возрастая на нашей земле, использовал семью. Господь так определил. Это хороший пример для нас, для каждого из нас, чтобы мы не были горды, чтобы мы не были самоуверены, я как-то так между струйками сам за Господом пройду. Нет. Господь определил церковь, куда ты присоединяешься, где ты присутствуешь, которая тебе необходима для определенных важных целей. Итак, из этих двух текстов, которые мы здесь прочитали, что мы увидели? Мы увидели две очень важных, полезных традиции. Первая традиция, которая была в апостольской церкви, они каждое воскресенье собирались в храме. Для какой цели? Судя по тексту, мы видим, когда они собирались в храме вместе, первое, они пребывали в молитвах. Второе, они прославляли Господа. Третье, они изучали или слушали учения апостолов, проповедь. И четвертое, они преломляли хлеб, делали святое, причастие. Итак, молитва, прославление, учение и причастие. Это не то, что придумала эта церковь или иная другая церковь. Это не то, что, знаете, давайте по списку разберемся, что-то уберем, что-то добавим. Вот эти четыре важных фактора присутствовали в апостольской церкви. И каждый из них крайне необходим. Родные, молитва для каждого из нас очень важна. Молиться вместе, молиться в церкви, молиться поднимая руки пред Господом. Молиться объединяясь в общей молитве, с общей нуждой, единомысленно. Поэтому, когда вы идете в Дом Божий, настраивайте себя на молитву. Не опаздывайте. Приходите вовремя, готовьте свое сердце в молитвенное состояние. Мы понимаем, что здесь мы вместе, как церковь, предстоим перед Богом. И Бог слышит, Бог отвечает, и Бог благословляет. Молитва – это важно. Прославление Господа – это не менее важно. Мы настраиваем свое сердце. Бывает в жизни всякое, но Господь велик. Мы всю неделю проходили через трудности, но когда мы пришли в Его присутствие вместе, мы прославляем Господа, исходя из того, что Он на небесах, что Он царствует, что Он контролирует все, что Господь взял на Себя наши немощие грехи. Ничего там не поменялось. У нас бывает по-разному. Мы приходим и поднимаем наши глаза к небу, чтобы в молитве рассказать о наших трудностях и болях, безусловно, но в прославлении, почтить Его, царя царей и Господа господствующих. Некоторые люди, приходя, говорят, знаешь, а мне не поется, а мне не весело, а у меня настроение не то, чтобы петь. Мы немножечко ошибаемся, потому что в молитве – это слезы, в молитве – это боль, в молитве мы на полу, в молитве мы поднимаем руки, в молитве мы говорим правду, Господи, вот я такой, я открываю себя для Тебя. Но когда мы поклоняемся Господу, мы почитаем Его, святое, достойное, великое имя. Поэтому во времена Христа на земле, помните, сколько ворисеев и прочих врагов Христа пытались закрыть рот тем, которые прославляют Господа. Потому что у дьявола пухли уши от этого. Потому что дьявол не готов слышать прославление Господа. Ибо прославление Господа – это Его поражение. Почитание Господа – это Его посравление. Поэтому Он и нам, и в Церкви Божьей закрывает рот. Но прославление – это то важное время, когда каждый из нас, кто-то на фаворе, кто-то в пустыне, как Ио, поднимают руки к небесам и говорят, Господь велик, я продолжаю верить, я продолжаю уповать, я продолжаю следовать, я продолжаю надеяться, я продолжаю стоять и держаться, как бы ни было тяжело, потому что я доверяю моему святому и великому Богу. Он достоин. Прославление – это важно, народ Божий. И это было хорошей традицией у апостолов. Наконец, третье – это учение. Друзья мои, ну, по-честному, у нас огромное количество взглядов на любой вопрос. У нас огромное количество мнений на любой вопрос. Вы знаете, к чему я прихожу? Консервативно. Я думаю, что если мы, как церковь, больше будем читать Слово Божье, больше будем свое мнение исправлять Словом Божьим, то всякие кривизны выравняются, всякая гора понизится, и всякий дол наполнится, и мы станем более ровными. У нас будет больше согласия, больше одинаковых оценочных суждений, больше общих мнений и общих взглядов на те и иные жизненные процессы. Мы будем по-разному смотреть. Почему? Потому что мы, ну, я извиняюсь за грубость, не знаю, какое-то косоглазие получили во время грехопадения. Нас так шандарахнуло в Эдемском саде, что мы вот так смотрим, косо-криво. И каждый из нас, и каждый из нас доказывает, что он прав. Но чем ближе мы приходим к Слову Божьему, чем ближе Слово Божье выравнивает наши мозги, выравнивает наши ценности, выравнивает наши взгляды, мы выравниваемся. Мы начинаем правильно смотреть. В семье, муж, жена, дети, правильно смотрим. В Церкви Божьей выравниваемся, правильно смотрим. Мы здесь не для того, чтобы сказать, кто из нас прав. Мы здесь для того, чтобы утверждать, что Евангелие право. Христос прав. И абсолютно всегда прав. И днем, и ночью прав. И в пустыне, и на фаворе Он прав. Он везде, и всегда. И свою истину Он принес нам. Благослови нас, Боже, что мы читались, читали и утверждались с Божьим Словом. Поэтому, когда мы вместе, мы открываем Священное Писание и учимся у апостолов. Читаем откровения апостольские и берем для себя полезность из них. Каждый для себя, чтобы себя исправлять, себя в порядок приводить, себя поднимать на более духовный, высокий уровень. И, наконец, четвертое, это причастие. Это есть хорошая традиция, о которой Христос сказал, не оставляйте это служение. Это крайне важно. Делайте это регулярно. Вспоминайте о смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, о цене, уплощенной за вас. Это поможет вам. Это поддержит вас. Это укрепит и утвердит вашу веру. Это будет делать вас способными противостоять дьяволу, греху, бесам, искушениям. Держать вас твердо и основательно. Это необходимо. Это делает Церковь Божья, родные. Поэтому мы в Сити Хилл ничего не добавляем, не убавляем. Понятно, можно было бы еще стишки, пантомимы, там куча разных мероприятий. Есть разные мероприятия, когда мы как семья собираемся и на праздники наши и, конечно же, много всего. Но когда мы говорим о наших воскресных предстояниях пред Господом, мы из апостолов увидели, что есть важное, что есть фундаментальное, что есть основополагающее, и мы стараемся в этом пребывать. Поэтому народ Божий, Церковь Божья, апостолы имели хорошую, добрую традицию каждое воскресенье посещать Церковь Божья. И потом один из апостолов писал, не оставляйте служений ваших, как появляется у некоторых обычай. Вы думаете, что сейчас, в последнее время у некоторых обычай ходите раз в месяц в церковь? Нет. Еще в апостольские времена уже были такие, особо отличившиеся. Раз в месяц достаточно. И апостолы говорят, не поддерживайте, не подпитывайте эту традицию у себя. Будьте регулярны в предстоянии пред Богом. Цените встречу с Господом, цените Церковь Божью, цените церковное собрание пред с Господним лицом. Они в первый день недели приходили в церковь и собирались вместе. Второе, о чем говорит Библия, я напоминаю для нас всех, я понимаю, что для кого-то это прописные истины, но для кого-то это будет некое утверждение в путях Господних. Писание говорит, они собирались по домах. Они собирались по домах. С какой целью? И тоже Писание описывает, и мы отметим некоторые главные вещи. Это место для взаимоотношений. Это место для поддержки. И это место для духовного роста. В церкви Сити Хилл существует огромное количество домашних групп. Мы об этом говорили и отмечаем. Если вы приходите и видите многолюдное собрание, и у нас один поток, и второй поток, и третий будет, и как не потеряться среди этих сотен и сотен людей, добрых и приятных, выходя на улицу, и ты думаешь, а есть у меня кто-то, кому я могу позвонить, с кем я могу встретиться, помолиться, кто поддержит, кто подскажет. У апостолов, скорее всего, тоже был такой вопрос. В первый день в церкви покаялись три тысячи. Подумайте только, три тысячи собрались, и каждый хочет там что-то у апостола Петра спросить. И это трудно работало. Поэтому они сделали традицию, помимо собрания в храме, всей церкви, они собирались по домах. У кого-то это 10 человек, у кого-то это 25 человек, у кого-то в свой большой дом, у кого-то апартмент. Какая разница, мы даже до конца не понимаем, какие у них там дома были, как они там крыши открывали. Но они собирались вместе по домах, и все у них было хорошо. И они имели взаимоотношения. Это очень важно. Мы живые люди. Мы социальные. Так Господь нас создал. Мы нуждаемся в друг друге. Мы очень разные. Иногда нервничаем друг от друга. Иногда нам хочется на необитаемый остров. Никого не видеть, никого не слышать. Но пройдет две недели и соскучились. И снова нам нужно общество. Потому что мы нужны друг другу. Проще говоря, так мы видим из Божьего Слова. И второе, для чего? И Писание показывает нам, как это было у апостолов. Для поддержки. Мы должны быть внимательны друг другу. Мы должны быть участливы друг другу. Ну и сегодня я через что-то прохожу. Завтра ты через что-то проходишь. Сегодня я нуждаюсь в молитве. Завтра ты нуждаешься в молитве. В совете, ободрении, подсказке, поддержке, помощи. В конечном счете. Это то место, где верующие собирались и получали эту самую поддержку. И третье, что мы отмечаем, это место для духовного роста. Потому что, когда ты слушаешь проповедь и думаешь, ну интересно, вот вопросик есть, а вот я не согласен, а вот интересно так смотрится, а как же вот так написано. Ну понятно, у нас нет таких возможностей, чтобы здесь вопросы задавать и отвечать. Это будет слишком шумно. Но в домашней группе хорошо собраться и обсудить воскресную проповедь, обсудить какой-то текст Писания, обсудить тему, которую вы для себя предусматриваете. Это хорошее время, это полезное время. Ты делишься твоими откровениями, брат или сестра, своими откровениями. Мы назидаем друг друга, мы поддерживаем друг друга, мы растем духовно. Это в апостольской церкви было хорошей практикой. И именно делая это, они видели большой успех. Они видели огромное благословение в этом. Поэтому, основываясь на этих двух текстах, родные, мы в Церкви Божьей, у нас в Сити Хилл, каждое воскресенье, поощряем всех собираться вместе. Мы с первого сентября делаем три потока, потому что сегодня, как и всегда, ашры волнуются, трудно рассаживать людей. Первый поток будет чисто славянский. Чисто славянский. Вот как сейчас, так и с утра. Второй поток, который на 10 обычный. Это полностью английский поток. Там американцы приходят, и там никакой славянской речи не звучит даже на коридорах. Третий поток. Это такой смешанный. У нас будет воршип на английском, объявление на английском, и проповедь всегда будет с переводом. Или с русского на английский, или с английского на русский. Для чего? Чтобы те, которые подучивают язык, чтобы ориентировались, и как-то для себя, ну, в какой, в течение нескольких лет могли ближе и больше адаптироваться в американскую реальность. Примерно так. Поэтому смотрите, выбирайте для себя, что вам ближе, или с утра на 9, там, 15, или во время обеда на час 15. Ну, соответственно, еще будет у нас на 11, 15, там, по-английски, если прям так вот по-английски. Вот. Но я думаю, что мы дадим возможность людям, которым трудно найти место, прийти, быть, участвовать и служить. Итак, по воскресеньях мы продолжаем собираться вместе, только с 1 сентября меняем расписание. На неделе мы собираемся в домашних группах. Есть информационные листки, вы можете для себя найти, подойти к ссылке информации, узнать о домашних группах, куда можно присоединиться и где можно быть. Кроме этого, у нас, мы открываем с радостью новая домашняя группа. Если вы хотите открыть домашнюю группу, если вы там вели, или у вас есть огромное желание, дайте нам знать, давайте скоперируемся, сконтачимся, мы благословим вас, поможем вам. У нас есть Олег, редька, которая этим занимается, и Олег Иванов, помогает тоже в организации, и мы как служители, мы вместе будем работать. Так что, если что, церковь, давайте будем организовывать это служение с какой целью? Не для такого, знаете, а что, скучно, нечего на неделе делать, давай соберемся, что сидеть? Нет, мы занят, но мы видим в этом полезность. Апостолы это делали, и мы это делаем. Наконец, следующее, о чем я хотел бы в этом же контексте поговорить. Немножко о стратегии наших служений, о том, как все происходит внутри. Мы говорили уже в прошлый раз, Господь фиксировал наше внимание на человеческой душе. И как бы мы все одинаковы, у нас, у каждого одинаковая душа. Но знаете, в чем мы разные? Во временных измерениях, в наших телесах мы разные. Поэтому одинаковая душа у детей, у подростков, у молодежи, семейных людей, у людей золотого века, несмотря на возраст и почтение. У всех у нас одинаковая душа. Но проходя этим жизненным путем, есть очень разные вопросы, очень разные жизненные вызовы, очень разные искушения, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому мы предпочитаем в Церкви Божьей особенно внимательно относиться к служению детям. Соответственно, с запросом их души. Есть очень непростой период, подростковый. И там свои сложности, там своя тема. У нас воскресная школа есть, и в основном на английском, ну есть и на славянских языках, чтобы некоторым удобно было адаптироваться. Потом подростки. Есть подростки и на английском, и на славянских языках. Во вторник, и в среду мы собираемся и служим им. Там своя специфика, там свои сложности. Но я хочу сказать, что нужны служители и для детского служения, и для подросткового служения нужны служители. Дальше. Молодежь. Да еще одна группа. У нас по пятницам собирается молодежь на английском. Воскресенье по вечерах, не каждое воскресенье, но почти собирается chosen gen, молодежка на славянских языках. Поэтому вас там ждут. И мы стараемся для тех, кто приезжает, подъезжает, ваши дети, чтобы как-то влились в компанию молодых христиан и нашли для себя друзей. Дальше. Следующая такая. Вот дети, они плавно перетекают, вырастая в подростки, подростки перетекают в молодежь. И мы как служители церкви стараемся не потерять их, когда они с детей переходят в подростки, с подростков переходят в молодежь. Мы стараемся как-то, чтобы взаимосвязь была, чтобы это служение, ну, мы ведем эту детвору с той поры, когда мама принесла к алтарю ребеночка. Мы стараемся как церковь рядом с родителями помочь деткам возрастать в познании Господа, в познании путей Господних, чтобы они были с Богом. Наши с вами, ваши детки, внучата наши. Мы ответственны за это, и мы стараемся трудиться для этого. Дальше. Молодежь взрослеет, влюбляются, такой период интересный, создают семьи. Мы помогаем, как церковь, у нас есть добрачные классы, обязательно все, кто собирается жениться, если вы хотите, чтобы пасторы и служители церкви Сити Хилл вас венчали, вы должны пройти добрачные курсы, классы. Я думаю, что информации предостаточно есть, связывайтесь, и это полезно, немножко сориентироваться в специфике семейной жизни, настроить себя на правильный лад. У нас есть, кому этим заниматься. Потом дальше, вы женились, медовый месяц, отдохнули, приехали, вроде как бы на молодежку уже не очень так удобно. Ну, пришли разок, второй, что-то другое надо искать. И совершенно другая сфера. Поэтому мы здесь подбираем молодые семьи, которые женились месяц, год, два, три, пытаемся какие-то взаимоотношения строить, друзей находить, развиваться вместе, чтобы следовать за Господом. Дальше потихонечку мы перетекаем, очень трудно определить границу, из молодых семей, семейное служение, потому что у меня жена порядка младше меня, и вот мы плаваем, либо мы молодые семьи, либо золотой век. Ну, где-то находим себя в семейном служении в любом случае, нам хорошо. Вот. В этом семейное служение, еще одни мероприятия, которые организовываются для поддержки семьи, для построения взаимоотношений, для служения друг другу. Наконец, чтобы не было обидно тем, которые, ну, детей воспитали, внуков нянчат. Мы собираемся вместе, говорим о важном, о значимом. Делимся какими-то своими впечатлениями о жизни. Вот. Тоже есть периодически служение, это происходит. Поэтому, если, соответственно, ваша душа, понятно, вам 18, но если, судя по календарю, вам ближе туда, фиксируйте себя, выходите на контакт, и обязательно будьте там. Кроме этого, мы понимаем, что в сути, по ценности, мужчины и женщины одинаковы. Но созданы Богом по-разному. У мужчин есть свои какие-то заморочки, трудности, искушения, борьба. У женщин есть свои. И поэтому иногда мужчины собираются вместе между собой поговорить, помолиться, друг с другом, пообщаться, Господу прийти. Женщины тоже собираются на всякие женские классы библейские, там, байбл стадии, там, выезды, ретриты, конференции, много-много всего. Много всего. Поэтому, вот видите, огромный спектр служения в церкви в Сетихию. Это, еще раз, в каждом квадратике, в каждом квадратике это души людей. Разного возраста, разного пола, но души людей, которым мы, как служители церкви, должны и ответственны перед Господом служить, чтобы они следовали за Господом, знали Господа и ходили путями Господними. Поэтому, для того, чтобы все это обслуживать, нам нужно огромное количество служений. У нас в церкви больше 25, наверное, до 30 самых разных служений, где служат люди. Где служат люди. И, честно скажу, это служение построено так, что мы хорошо идем, у нас все работает, мы отлично провели крещение, мы отлично проведем мужскую конференцию, мы отлично проводим другие мероприятия, все работает, как часики, все хорошо. Но всегда есть место для тебя. Если ты из этих всех служений скажешь, я бы хотел там, я бы хотела там, хотел бы здесь, родные, есть место. Когда-то, начиная от церкви, уже мы, когда проходили некоторый путь, знаете, есть много ассоциаций и метафор, и вот с чем бы сравнить движение церкви, я извиняюсь, но я первые годы очень часто на всяких членских классах говорил, наша церковь, она чем-то похожа на лифт. в 10-м году мы стартанули с первого этажа, сейчас мы на 14-м, но пока Господь придет, мы еще поднимемся на пару этажей, аминь. Мы так понимаем и чувствуем, мы в пути, мы в процессе. Так вот, что я хочу сказать. Когда я встречался с людьми в 10-м году, в 12-м году, в 14-м году, я говорил, друзья мои, мы стартуем, на нас большая ответственность, но когда вы приходите, чтобы быть частью служителей церкви, имейте в виду, что через 2-3 этажа кто-то еще подсядет. Будьте открыты, будьте гостеприимны. Поэтому все наши служители церкви знают, что если вы вчера пришли, и если вы готовы присоединиться к тому или другому или третьему служению, мы открыты, мы вас ждем, мы на вас рассчитываем, вы нам нужны, мы нуждаемся в вас. Вы укрепите наше служение и сделайте его более качественным. Это я говорю тем, которые едут сначала. А теперь у меня есть послание для тех, которые подсаживаются по ходу дела. Потому что некоторые, которые подсаживаются, знаете, на 14-м этаже, пришли такие, и такое впечатление, как будто до вас тут ничего не было, знаете. Да вы шо? Да мы давайте то. Да мы давайте сё. Да мы вам расскажем. Да мы вас научим. Ребят, мы уже тут это же 14 проехали без вас. Как-то живы, как-то у нас всё хорошо, как-то вам даже понравилось, даже вы как-то присоединились к нам. Ну, мы как-то следим за всем, за сценой, туалетами, кафешкой. Всё нормально у нас. Поэтому мы открыты к вам, но и от вас мы просим скромности, участливости. Придите, скажите, где могу плечо подставить? Ну, знаете, плечо подставлять не каждый готов, а научить каждый готов. Знаете, поэтому, как говорил в Одессе самый главный житель Одессы, не надо нас учить, помогите нам материально. Вот. Так что, так что, где-то так здесь тоже. Родные, присоединяйтесь с огромным уважением те, которые ехали с первых этажей. Мы встречаем вас. Вы, которые присоединились сейчас, уважайте нас. Мы потрудились, у нас мозоли, мы подустали, мы рассчитываем на свежую кровь, мы рассчитываем на ваши силы, и вместе у нас получится. Аминь? Аминь. Я хотел бы прочитать ещё один текст из Священного Писания. Это апостол Павел. В 1 Коринфянам первое послание Коринфянам, 12 глава, 7 текст. Сейчас мы прочитаем. Ну, я прочитаю, нет, я прочитаю с 4 текста. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. Действия различны, но Бог один и тот же, производящий всё во всех. И вот седьмой текст. Но каждому даётся проявление Духа на пользу. Если основываться на вот этом тексте, о чём нам говорит апостол Павел? Апостол Павел говорит, народ, мы все благословены Богом. дары различны, проявления различны, служения различны, но резюмирует апостол, что каждому присоединяющемуся в церкви, находящемуся в церкви даны проявления Духа на пользу. Вы имеете каждый брат, сестра, не важно сколько лет, не важно как вы устроились, у каждого из вас есть дары и таланты от Господа. Для чего? Для пользы. Для пользы церкви Божьей, для пользы ближнего, для пользы вашей жизни, для служения вашего, чтобы вы посвятили себя, вложили себя в Божье царство и в Божье служение. Я это подчеркиваю. Поэтому я хотел бы зафиксировать вот этот момент в нашем сознании. Приходя в церковь, мы видим, кто-то лучше поёт, кто-то лучше играет, кто-то лучше там ещё что-то протирает эти стёкла на лестничных клетках после того, как дети залапали. И нам кажется, ну я так не смогу протереть. Вот Марина у нас, конечно, никто так, как она. Будьте уверены, после шестого раза у вас получится не хуже, чем у Марины, у каждого из нас. А ещё лучше, если будем детей при себе держать и они не будут там рисовать на стёклах. Аминь. Да, те, кто тёр, знают, говорят, аминь. Вот. Ну это маленькая деталь, это маленькая деталь. Но мы для всего говорим. У нас очень много разных служений. Кто-то что-то делает первый раз, у кого-то получается больше, кто-то в чём-то развивается. Мы убедительно просим, если вы ещё не задействованы, мы реально нуждаемся в вашей помощи. У нас есть несколько групп ашеров, но нам ещё нужны ашеры. У нас есть диаконы, но нам ещё нужны диаконы. У нас есть лидеры домашних групп, но ещё нужны. У нас есть учителя и служители в воскресных школах. Нам ещё нужны, Света, нам ещё нужны служители в воскресных школах и всем Светом и Наташем, это тоже. Вот. И Сашем. Нам нужны служители, друзья мои. Нам нужно огромное количество служителей. Тинейджерское служение. Я смотрю, как самоотверженно там работают некоторые семьи. У нас есть одна семья на английском, одна семья на русском. Прямо самоотверженно. Семья, которая на английском, мне лет 20, наверное, в Америке живут, может, родились здесь, ну, много. Семья, которая на славянском, на русском, на украинском, лет пять назад приехали свинец. Еще не все настроилось в жизни. Но закачали рукава, и я смотрю, с детками там вместе своих детей кормят, за других заботятся. Молодцы, душа радуется. А почему мы с тобой не можем? Тоже можем, если захочем. И вот смотрите, как удивительно нам показывает эту бухгалтерию Иисус Христос. Иисус Христос, я об этом неоднократно упоминал. Иисус говорит, одному дается один талант дадено, другому дадено три таланта, третьему дадено пять талантов. Проходит время, хозяин возвращается и спрашивает, где талант? Он отдал. И вот смотри, что интересует хозяина? интересует разница, интересует прибыль. Я тебе дал один талант? Давай. Дал два таланта? Возвращай. Три? Да. Четыре? Возвращай. Пять? Возвращай. Ну, как бы он на этом даже не останавливается. На тебе твое? Хорошо. На что рассчитывал хозяин? Судя из этой притчи. Хозяин рассчитывал на прибыль. Хозяин рассчитывал не на то, что ты спрячешь талант. Хозяин рассчитывал на то, что ты используешь талант где на его огороде. И давайте, если будем уже откровенны до конца. Америка – это страна возможностей. И мы приехали сюда с талантами. Иногда, глядя вокруг, нам кажется, ну, как же тут справиться? А потом смотришь, возможностей много. И да, мы видим три очень разные группы людей. Мы видим одна группа людей, которые берут свой талант и закапывают, под диван бросают и сидят на диване. Ни Богу толку нету, ни для семьи толку нет. В стране возможностей ни Богу толку нету от этого человека, ни семье толку нету от этого человека. К сожалению, такие люди есть. Есть люди, которые сориентировались. Они понимают, что есть время для Господа, есть таланты для Господа, есть средства для Господа и для семьи тоже. И они балансируют. Они используют свои таланты. Говорят, Господь, зачем ты мне это дал? Я хочу этими талантами, дарами прославлять твое царство, утверждать Евангелие, исполнять твою волю. И они пришли, и для них очень важный вопрос, что я могу сделать на твоем огороде? И они делают. Есть другие люди. Они никогда не ищут пользу ближнего. Они никогда не ищут пользу для Царства Божьего. Они думают о себя любимом. Как это мне? Если мне интересно, я приду. Если мне не интересно, я не приду. В Роскрещение. Мои не крестятся. А мне не интересно. А была такая мысль, может прийти помочь стульчики расставить. Ну, тебе это не интересно, тебе это вообще не надо, и твои никто не крестится. Но чтобы послужить ближнему, можно было бы прийти и что-нибудь сделать. Ну, есть, может такая мысль быть? Или нет? Или не может? Такая мысль бывает, родные. Есть воскресная школа. Может быть, ты не специалист. Но там девочки в поте лица. И иногда им нужна замена. Иногда им нужно отдыхать, чтобы кто-нибудь другой был на подхвате. Ну, как бы ты не обязан, тебе это не надо, и хорошо, если твоя жена с тобой сидит. А может быть такая мысль? Для пользы ближнего я хотя бы раз в месяц пойду туда, чем-нибудь помогу. Я думаю, такая мысль проскакивает. Так вот, есть три категории людей. Одни, с точки зрения священных писаний, ищут пользу ближнего. Другие ищут пользу только для себя. И третьи умудряются ни ближнему не пользу, ни семье не пользу. Это грустно. Но из этой притчи Христос говорит, что правда жизни в том, что когда-то каждый из нас пристанет пред всемогущим. И он, глядя в мои твои глаза, посмотрит и скажет, дружище, как ты жил? У тебя хороший дом был, да? Какая польза была? Да, царство Божье. У тебя хорошая машина была, да? А польза? У тебя хороший был талант, да? Ты умел договариваться с людьми? Да. Ты умел петь? Да. Ты умел решать вопросы? Да. Ты умел хозяйничать? Да. Ты умел заботиться и делать дела? Закручивать и прикручивать? Да. А какая польза? А какая польза? Поэтому я так сегодня, знаете, по-отцовски иногда у нас такие членские собрания проходят, где мы говорим о нашем, о насущном, о жизненном. Потому что наши дьяконы нуждаются в поддержке. Наши служители нуждаются в плече ближнего брата и сестры. И если мы вместе более качественно объединимся, мы будем выполнять главную задачу, которая у нас есть. Перед тем, как мы будем молиться, я хочу попросить наших служителей. У нас есть распечатка. Денис, раздайте, пожалуйста. Смотрите. Мы вам раздадим такие флайеры. Может кто-то, когда вступал, члены выбрали. Может быть нет. Я думаю, что для семьи, для себя лично, или для семьи, возьмите один флайер. Хорошо? Прямо вот все. У нас есть для всех. Сейчас вам раздадут. Типа вы на двоих взяли, да? Анна, вы в одном доме, четверо в одном доме живете. Понятно. Смотрите, здесь описаны те служения, которые уже есть у нас в церкви. Есть еще и другие служения, которые мы развиваем. Поэтому, если что, дайте знать о ваших идеях. Я думаю, что на балконе мы тоже вам там раздаем. Все нормально, вы, чтобы не были ограничены. А то, скажите, мы так мотивированы сегодня служить для Царства Божьего, и нам даже не предложили возможности. Смотрите, здесь есть описание служения, здесь есть телефончики, здесь есть контакты. Обязательно придите домой, порассуждайте, помолитесь, откройте для себя и посмотрите, ну, какое время, сколько ресурсов, какие возможности вы можете открыть для себя, чтобы принести пользу для Божьего Царства, чтобы посвятить себя на алтарь служения, чтобы использовать свои способности, дары и таланты. Мы переживаем за вас, потому что всем нам придется предстать присудилище Христово, чтобы получить от Господа и было оценено то, что мы делали на земле, ну, про доброе говорим для Божьего Царства. Мы подытаживаемся. Последний текст, который я прочитаю, это Еврея 10.24. И апостол дает очень простую и хорошую рекомендацию. Евреям 10 глава, 24 текст. Братья и сестры, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Я напоследок скажу, почему эта тема трудная. Почему мне трудно говорить на эту тему? Знаете, есть другие темы. Мы говорим о Господе, о Божьей благодати, мы зажигаемся, я вдохновляюсь, земли под ногами не чувствую, мне летать хочется. Конечно, мне приятнее бы с таким посланием прийти сегодня к вам и об этом говорить. Но иногда, читая апостольские послания, мы понимаем, что нам нужно говорить о жизненных практических вещах. Мы живем в очень эгоистическое время. И апостолы говорили, в последние дни наступят времена тяжелые. Люди будут эгоистичны, непростительны, невнимательны, незаботливы, сварливы, принципиальны, капризны. И очень много таких, знаете, качеств не очень хороших. Они атмосферой накрывают всех нас. Мир, в котором мы живем, и церковь. И когда мы в миру воспитываемся эгоистично, приходя в церковь, мы тоже эгоистичны. Поэтому мы, как церковь Божья, вынуждены брать Евангелие и вынуждены утверждать истину Божью. И вынуждены говорить в свете Божьего Слова, смотреть как в зеркало и говорить, как мы, как народ Божий, живем и трудимся, как мы исполняем волю Божью, как мы посвящаемся для Господа, чтобы выполнять Его великое поручение. Друзья, давайте мы поднимемся, поднимемся, чтобы помолиться, помолиться вместе, благословить еще раз церковь Божью. Мы сегодня практически со всех сторон поговорили о нашей церкви, о нашей семье, как оно работает внутри, как работают департменты, как работают служения, как оно выглядит, чтобы всякий раз, когда ты приходишь через порог церкви, ты мог для себя, во-первых, получить благословение, зная, что тебя ждет, тебе радушны сестры и братья. И всякий раз, когда ты приходишь в церковь Божью, стоя перед Господом, чтобы ты на секундочку подумал, Боже, ты мне дал таланты и дары, я молодой, творческий, активный, у меня столько импульсов, у меня столько энергии, а я могу быть полезным для тебя, а есть для меня место в служении, а я могу закачать рукава и потрудиться для славы твоей, для царствия твоего. Так вот, мы как церковь отвечаем на этих два важных вопроса. Если ты переступил порог Сити Хилл, здесь тебе рады. Это твой дом, это твоя семья. Тебя будут обнимать, тебе будут служить, а тебя будут заботиться, тебя будут кофом угощать, тебя пригласят на домашнюю группу, чтобы ты почувствовал себя комфортно. И насколько мы можем, мы постараемся поухаживать. И с другой стороны, второй вопрос, мы точно знаем, что у тебя есть потребность себя реализовать, есть потребность свои таланты открыть, есть потребность тем, что ты имеешь почтить Господа и послужить для Господней славы. И вот в церкви Сити Хилл обязательно для этого есть время и есть возможность дать о себе знать. Зарегистрируйся, позвони, встретись с кем-то из служителей, подойдите к пасторам, напомните о себе. Мы обязательно отреагируем по возможности, обязательно будем внимательны друг к другу. Потому что наша общая задача, народ Божий, поощрять друг друга к любви и добрым делам. Да поможет нам в этом Господь в мире жестокости, в мире извращенности, в мире потлости демонстрировать Иисуса Христа. И не хотел бы о грустном, но еще раз, знаете, вот мы все под впечатлением там тех олимпиад, как светские люди демонстрируют всякие гадости. И мы за голову беремся, ай-яй-яй-яй, оскорбили нас, христиан, тра-та-та-та-та-та, что же они там вытворили на этой олимпиаде. Друзья мои, мы уехали из тоталитарных стран, где государство что-то разрешало и что-то запрещало. Мы уехали из этих стран. Мы приехали в страну, где свобода, относительная, но свобода. Я вам скажу один пример. Мы каждый раз с содроганием слышим, что по центральных улицах Сиэтла ходят все извращенты со своими радужными флагами. Кто-нибудь сфотографирует, кто-нибудь покажет, и мы сидим в церкви и вздрагиваем. Как же так? Ну как же так? А что вы хотели запрещать? Это страна, где не запрещают. И знаете, что я узнал? Что в этом году славяне пришли в мэрию Сиэтла и сказали, мы хотим сделать марш Иисуса Христа. И знаете, как ответила мэрия? Слова удивительно. Всегда вот этим мы даем, эти просят. Христиане никогда не просили. Первый раз попросили. Конечно, идите. И теперь кто из нас там был? Ну не скромничайте, но вы чувствуете, да? 10%. Вот и все. Вот и все, друзья мои. Вот и все. Они дружно собираются, как один. И всякие гадости демонстрируют по центральных улицах Сиэтла. А мы горюем, мы тоскуем. Все, что мы можем, это перешарить, там что-то поставить, повозмущаться, там рожицы всякие в Инстаграме поставить. Это все на нас хватает. Все, на что нас хватает. Подняться, оторваться, взять в субботу, выйти в город, взять какие-то там флаги, Иисус Господь, Иисус Царствует, футболку одеть, тысячами пройтись по центральных улицам. Не хватает. Не хватает на это, друзья. Это наша правда. Это цена нашего христианства. Мы смотрим в это, в мусульмане. Там же у них свое. Шииты, суниты, такие, сякие, 150, ваххабиты, 150 разных отвлетлений. Мы им сказали, в субботу, центральная площадь, Нью-Йорка, как там, где наша церковь, на Тайм-сквер. Пожалуйста, собираемся для молитвы. То ли 15, то ли 25 тысяч собрались, и все вот так, головой в пол, и там, свои молитвы читали. И мы с пастором трепетно волнуемся. И мы уже и сосиски будем поджаривать, и бутербродики готовить, и салатик нате вам, и то, и то. И в субботу. Я подумал, а мы можем собраться 500 мужиков? Ну просто, перед Господом. Ну просто, прийти и сказать, Господь, ты все, я ничто. мы можем сказать, как мужчины, я здесь, потому что я нуждаюсь в твоем благословении. Потому что у меня семья, у меня жена, у меня дети, мне нужно идти в завтрашний день, я за себя не вручаюсь. Я на себя опереться не могу. Поэтому я прихожу при твое лицо, потому что ты царь царей и Господь господствующий. И мы не знаем, знаешь, Артем, подыграй еще, пожалуйста, как-то. Артем, слушай, давайте фон создайте. Наверное, на этот фон не придут мужики. Давайте фон поменяем. Наверное, вот чтобы не пастор Алекс, а может быть Виктор на мотоцикле заедет, ну скажет, мужики тогда соберутся. Родные, ну мы можем на сле заехать, если это поможет, на верблюде. Ну зачем? Ну зачем? А мы можем просто понятно сказать, народ, мужчины, все как один, Израиль, все как один. В субботу в 12 здесь, точка. Это зрелость. Это зрелость. И сегодня мы говорим об этих вещах, потому что нам отрадно говорить о том, что Христос был на кресте. Пастор сказал сегодня, самая большая жертва, которая когда-либо была принесена на земле, это когда Отец Сына отдал на крест. И мы достаем наши мелочи, и мы достаем наши копейки. А что я могу дать? Я могу выделить субботний день, а я могу выделить воскресный день, чтобы пойти к деткам. Я могу прийти на полчаса раньше, чтобы на парковке поухаживал. Он сына отдал. Сколько стоит твоя жертва? Сколько стоит твое приношение? Сколько ты мнешься в твоих карманах и достаешь этот ломанный рубль, чтобы принести Господу? Я сейчас не о деньгах, я сейчас о талантах, я сейчас о посвящении, я сейчас о времени говорю, о времени служения Богу, о времени служения ближнему. Да, я не могу сейчас увидеть Господа, чтобы пасть к его ногам. Но знаете, что делал Авраам? Он тоже Господа не увидел. Он увидел Милки Зидека и говорит, я благословлю тебя. Почему? Потому что я Господа хочу благословить. Может быть, Господь покажет тебе, Милки Зидеков, здесь, в воскресной школе, в детском служении, в тенетическом служении, в Ашерском, на парковках. И когда ты придешь, чтобы служить, ты будешь видеть Господа за теми и другими людьми. Ты придешь служить детям, ты помолишься с утра, и ты будешь видеть Христа Иисуса в глазах этих детишек, которым ты служишь, ради которых ты трудишься, ради которых ты жертвуешь. Это наше служение Господу. Он достоин. Я молюсь о церкви. Приглашаю вас молиться о церкви, чтобы церковь в последних дней была горячая церковь. Чтобы церковь в последних дней была ревностная церковь. Чтобы мы были наполнены Духом Бога. Чтобы у нас был какой-то воинственный настрой. Чтобы у нас была ревность от Святого Духа, ревность от Божьего помазания, от Божьего присутствия. Чтобы мы в этом развращенном, дьявольском, подлом мире не хейтили там их, а показали Христа. Мы именно к этому призваны. Показать этому миру Христа. Показать любовь. Показать благодать. Показать спасительную милость. Показать наши улыбки. Показать наше настроение. Показать наше радушие. Показать нашу внимательность. Показать плоды Духа, который внутри нас. Этому миру. Чтобы, глядя на нас, они Христа видели. И на площадях, и на перекрестках, и на работе, и в Церкви Божьей, и соседям, и так дальше. Это наш труд. Это наше общее служение. Поэтому это будет имя Господа прославлено. Помолимся. Отец Небесный, во имя Твоего Сына Иисуса Христа, мы сейчас здесь. Стоим в Твоем. Спасибо, что вы досмотрели это послание до конца. Мы очень надеемся, что это слово благословило ваш дух и укрепило вашу веру. Если вы хотите получать больше для себя духовной пищи, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Найдите нас на наших социальных страничках. И если у вас появился какой-то вопрос о вере, о Боге, о вашей душе, пожалуйста, пишите нам. Мы будем рады вам послужить. Благословений вам!